Война Россия победила нацистскую Германию сама, и Япошек тоже без чьей-либо помощи. Весь цивилизованный мир, и особенно западный, обязаны России своим существованием. Впрочем, это совсем не смешно, поскольку в современной России это единственно правильная трактовка роли СССР во Второй мировой войне. Вот до 1944 года СССР воевал сам, и только когда его победа была неизбежна, западные союзники открыли Второй фронт. На Соединенные-то Штаты Гитлер не нападал и не мог, не было у него такой возможности. Соединенные Штаты помогали Советскому Союзу не себя спасать, а по принципиальным идеологическим соображениям. Историческая заслуга президента Рузвельта состоит в том, что он убедил Америку вступить в чужую для нее войну. Спросите российского школьника Дюнкерке или о битве при Эль-Алимайне. Боюсь, можете сильно удивиться, поскольку у вас создастся устойчивое ощущение, что до 1944 года США и Великобритания пили чай, ожидая, пока Сталин совсем разберется. А еще лучше спросите россиянина о ленд-лизе. Об этом и пойдет рассказ. Термин ленд-лиз появился в годы Второй мировой войны и по сути означал дать взаймы или дать в аренду. Но несмотря на распространенное мнение, что ленд-лиз это американские поставки в СССР, придуман он был отнюдь не для Советов. Дело в том, что в первоначальной антигитлеровской коалиции никакого Советского Союза не было. Наоборот, в период с 1939 по 1941 год Москва была союзником Берлина. Нацистский сапог триумфально топтал Западную и Центральную Европу, а Советский шествовал по Восточной. В мае 1940-го Великобритания, которая осталась без союзников в Европе, запросила помощь у США. Американским правительством был разработан механизм, который в марте 1941-го превратился в закон о ленд-лизе. В марте 1941-го года, то есть за 4 месяца до нападения Гитлера на СССР. Иначе говоря, тогда никто и не собирался помогать Советам. Тем более, если учесть, что в этот период Москва активно поставляла Гитлеру нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, так необходимые для ведения войны. Заметьте, нацистской Германии, а никак не члену антигитлеровской коалиции Британии. Однако через очень короткий промежуток времени СССР оказывается на грани катастрофы. И с ноября 1941-го года к ленд-лизу подключают и его. 22 июня 1941-го, выступая по лондонскому радио, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сказал, мы окажем России русскому народу всю помощь, которую только сможем оказать. В Москву срочно вернулся британский посол Крипс, с ним прилетела экономическая и военная делегация. Внешняя политика Советского Союза развернулась на 180 градусов. Недавние партнеры, Германия и Италия, стали врагами. Недавние враги теперь превращались в союзников. Специальный посол США Гарриман, инструктируя делегацию в СССР, повторял, давать, давать и давать. Не рассчитывая на возврат и никаких мыслей о получении чего-либо взамен. В результате Советы получили 11 миллиардов долларов финансовой помощи. Это более 100 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте. А также 18 тысяч самолетов, более 11 тысяч танков. Помощь ощущалась везде. Даже легендарная «Катюша» монтировалась на американские грузовики «Студебеккер». США поставляли в полтора раза больше автомобилей, чем произвел весь Советский Союз за годы войны. Маршал Победы Жуков вспоминает. Получили 350 тысяч автомашин. Да каких машин? А сколько они нам гнали листовой стали? Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? И не только сталью. Как минимум половина советских самолетов были из американского и канадского алюминия. Кроме того, на флот было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. А легендарная «Тридцатьчетверка» никогда не была бы танком Победы без 85-мм пушки, которую стало возможным установить только после получения специального оборудования от американцев. И можно даже не вспоминать об американской тушенке, которая попросту спасла от голодной смерти сотни тысяч советских людей. Только вдумайтесь, всего за годы войны СССР получила 4,5 миллиона тонн продовольствия. В общем, помощь союзников была огромной. Но что заплатил СССР за нее? Может, пришлось отдать четверть территории или чем-то иным пожертвовать? Не может же быть все это бесплатным? Не может. Но дело в том, что почти все советы получили именно бесплатно. Сама схема Ленд-Лиза предусматривала выполнение страной-получателям ряда условий. Уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшие и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита. Сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад. Кроме того, арендатор обязывался помогать Соединенным Штатам всеми имевшимися у него ресурсами и информацией. Таким образом, за уничтоженную в ходе боев военную технику США возмещение не требовали. Оплата предусматривалась только за гражданские поставки железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у СССР по состоянию на 2 сентября 1945 года. При этом американцы несколько раз существенно уменьшали стоимость долга. Никто не отрицает того факта, что с помощью ленд-лиза США собирались решить ряд стратегических задач. Например, сохранить и усилить свое влияние на СССР. Но в результате именно эта помощь, и не только финансовая, привели к падению Третьего Рейха. И эту правду невозможно спрятать даже за килотоннами сегодняшней российской пропаганды. Но мы с вами понимаем, и это не надо забывать, что Советский Союз победил в войне не один. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей. Не Советский Союз победил Гитлеровскую Германию и ее союзников. Гитлерская Германия была разгромлена и раздавлена коалицией трех великих мировых держав. Британской империи, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Под этой несокрушимой мощью, многократно превышающей возможности ресурса и потенциал Германии в любом возможном измерении, она была раздавлена и рухнула. Ну вот нас, извините, в детстве учили, что англичане и американцы вели какие-то непонятные, никому не нужные действия на Ближнем Востоке, в Северной Африке, специально для того, чтобы как можно дольше не вступать в войну в Европе. Я рассчитываю на то, что руками Советского Союза будет достигнута победа над Германией. Правда, из этой истории выпадало почти полтора года, когда война, даже почти два года, когда война велась, по сути дела, одними англичанами. Франция-то быстро была вышиблена из войны. И многое-многое другое. Советские пропагандисты, которые излагали эти тезисы, которые сейчас озвучили, вероятно, не читали газету «Правда». А зря. А я ее читал. Весь 1941 год берете подшивку, желтую подшивку газету «Правда», газету «Известия». Вот открываете вот эту подшивку. В каждой газете «Правда», там, помню, вторая или третья полоса, такая большая тогда была полоса, больше, чем в нынешних бумажных газетах. Война в Европе. И эта полоса никогда не была пуста. Редакция газеты «Правда» не испытывала недостатка материала, чтобы каждый день огромную полосу, посвященную войне в Европе, заполнять. Вплоть до 21 июня. В «Правде» эта полоса была, потом исчезла. А потом исчезла. Стало уже это неинтересно. Надо было рассказывать что-то другое. Теперь приходим к суровым цифрам. Суровым цифрам. Вот недалеко, как вчера, освежил в памяти циферки. Оказывается, на момент высадки союзника в Нормандии, вот тот самый, что мы будем отмечать 75 лет. 6 июня. Да, 6 июня. Совершенно. Вот на этот момент, то есть до высадки, 157 дивизий вермахта было на Восточном фронте, на фронте Советско-Германской войны, и 139 на других. Что такое другие? Это Скандинавия, что-то было в Норвегии, много было на Балканах, 26 в Италии, если память не пут, 35 или 40 во Франции, ну и, собственно, в самой Германии еще было 9 дивизий. То есть чуть меньше половины сухопутной армии было не на Советском фронте. По поводу авиации, тут и спорить не о чем. Две трети, а потом и три четверти авиации занималась тем, что пыталась защитить Германию от сокрушительных, уничтожающих ударов в Советской авиации. Все. Туда ушел стоп. Восточный фронт стал абсолютно периферийным. Что же касается войны на море, то вся война на море от первого до последнего выстрела, от первого до последнего дня, велась нашими западными союзниками против Германии. Про эту войну, если восстановится тысяча человек, хоть в Киеве, хоть в Москве, если кто-то что-то и слышал, скажет, ну, при чем тут это? Ну, вот они, вот Курская битва, битва под Сталинградом, вот события войны, какие там корабли плавают. Давайте немножко посчитаем. На производство подводных лодок, скажем так, немцы за время войны, для того, чтобы вести эту войну, в своих отчаянных попытках задушить Британию морской блокадой, немцы сделали 1113 подводных лодок. И я не оговорился. Ну, столько не бывает. Столько подводных лодок не бывает. Нет, но они их сделали. Только по совокупному весу произведенными немцами за время войны подводной лодки в два раза превышали вес всех произведенных танков. Ну, это по весу. Это такой достаточно грубый подход дела. Подводная лодка сложнее. Она потребляет гораздо больше человеческих ресурсов, интеллектуальных, сложного оборудования, сложных материалов и т.д. Это очень сложное устройство подводная лодка. Танк непростой, но подводная лодка еще сложнее. То есть, фактически, производство только подводных лодок пожрало у них огромные ресурсы. И если бы оно их не пожрало, то на Восточном фронте могло бы быть в три раза больше танков. И это только начало длинного разговора. А для того, чтобы эти подводные лодки могли достигать успехов, а в 1942 году они потопили 6,7 миллиона тоннажа. Что такое 6,7 миллионов? Советский Союз, огромный Советский Союз, имел морской торговый флот 1,8. Вообще. Вот накопленный со времен царя-батюшки. На самом пике советского величия в 70-80-х годах десятками лет строили суда, покупали суда, строили, покупали и довели совокупный тоннаж Советского морского флота до 4,5 миллиона. А немцы потопили 6,7 в одном только в 1942 году. То есть масштаб этого сражения в Атлантике гигантский. Он потреблял огромные ресурсы, и в частности, для того, чтобы подводные лодки могли топить, и кто-то был обеспечивать разведкой. Огромное количество авиации, лучшие немецкие самолеты, так называемый Уралбомберн. Делали они такой четырехмоторный бомбировщик, Хенкель, который должен был разбомбить советские заводы на Урале с большой дальностью полета. И ни один Уралбомбер над Уралом не появился. А где же они? А все они были над Атлантикой. Сделали их примерно 900 штук. Обеспечили разведку и наведение этих самых подводных лодок. Идем дальше. Воздушная война. 10 тысяч зениток стреляло в небо над Германией. Одна зенитка по деньгам в рейхсмарках. Это четыре противотанковые пушки. Самые лучшие, какие у немцев были. ПАК-40. Которые, к несчастью, пробивали советские Т-34 с вероятностью 98%. То есть, если попал, то пробил. А если пробил, то значит, от экипажа уже нечего хоронить. Там 76-мм калибр, и там уже от экипажа не остается ничего. Если бы они не сделали 10 тысяч зениток, то на Восточном фронте появилось бы, соответственно, 40 тысяч таких пушек. А в реальности было 12 тысяч. И так далее, так далее, так далее. Эта морская война, воздушная война отобрала у Германии гигантские ресурсы. Они не безграничны. И только за счет этого, только за счет этого они оттянули, сняли с Восточного фронта огромные силы. Ну, кроме того, как мы прекрасно понимаем, они воевали в Северной Африке, где лишили немцев последнего шанса на победу в войне. Почему? Потому что, если у них и был шанс, это не я, я цитирую, я цитирую немецких генералов, о чем они много писали после войны. Если у нас и был шанс в этой войне выкарабкаться, он был на Средиземноморском театре. То есть, прорваться к нефти, к нефти Ближнего Востока, забрать эту нефть себе и лишить англичан этой нефти. То есть, перевернуть, перевернуть стол. Перевернуть стол. Ну, для этого им нужно было захватить Египет, форсировать Суэцкий канал. Для этого надо было удержать Мальту, для этого надо было удержать Сицилию, для этого надо было добиться морского господства на Средиземном море и так далее. Что они пытались делать? Откуда их? Англо-американцы и вышибли. Как мы знаем, дело закончилось с пленением 250 тысяч германно-итальянских войск и тем самым разгромом. Под ареломеном и так далее. Раз, в 43-й год союзники высаживаются в Италию. На Сицилию. На Сицилию сначала, ну да, в Сицилию, потом в Италии, и это заставляет Гитлера снимать танковые дивизии с Курской дуги, о чем как-то не очень рассказывали советские историки. Да что там говорить про 43-й год? Осень 41-го, Великая битва под Москвой, Гитлер снимает 6 из 20 истребительных авиаполков, у них называлась авиагруппа, 6 из 20, и отправляет их на Мальту. Это плохо вставляется в голову советского человека. Великая битва за Москву и какая-то Мальта. Где это Мальта? А Гитлер думал по-другому. Мальта это страночек в Средиземном море, без контроля над которым нельзя было осуществлять снабжение группировки, которая была на Ромеля группировки в Северной Африке. И это так им позарез нужна была эта Мальта, что он решил, что надо снять авиацию из-под Москвы и прибросить туда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова